Всем привет! Сегодня у нас в гостях Анна Раченко, креативный директор, режиссер, блогер, ведущая подкаста «Прорыв», основательница кластера для творческих специалистов ControlArt. Сегодня мы поговорим о том, что такое креативный директор, как им стать, как развиваться фотографу, какие есть варианты развития дальнейшего у фотографа. Немного поговорим про семью, про работу в Англии и, конечно же, о личном. — Анна, привет! — Привет-привет! — Я очень долго ждала нашу встречу, очень рада, что ты к нам добралась из далёкой Англии. — Махала крыльями, как могла. — Расскажи, пожалуйста, о себе представься, что бы тебе хотелось нашим подписчикам рассказать. — Меня зовут Аня Раченко, я креативный директор, режиссёр, также я очень активно занимаюсь образованием и поддержкой творческих специалистов. Выражается это через блогинг, через мой подкаст «Прорыв» и через образовательную деятельность. Организация моя называется «Лаборатория ControlArt». Мы там учим творческих людей, как строить успешную творческую карьеру. — Я уже очень давно хотела пригласить к нам выпуск креативного директора, потому что фотография, она многогранна, и многие ошибочно думают, что фотограф — это тот человек, который может только фотографировать. Есть развитие дальше. Многие уже как-то преодолели всю, весь путь фотографий и думают, куда же двигаться, куда же расширяться, куда же можно ещё податься, кроме фотографий, имея этот опыт. Опыт ведения съёмок, вообще представление, что такое красиво. Сегодня хотела узнать, кто такой креативный директор, в чём разница между арт-директором и креативным директором, как туда попасть и что для этого нужно сделать, и в чём вообще плюшка, нужно ли туда идти. — Слушай, ну на последний вопрос, наверное, каждый сам себе должен ответить, потому что то, что ты вначале упомянула, что куда развиваться дальше, да, как будто если ты просто фотограф, да, вот эта даже приставка там просто, не знаю, просто фотограф, просто визажист, просто ещё кто-то, как будто это недостаточно, да, как будто это недостаточно круто. А мне кажется, что как-то, ну, не хватает какой-то, что ли, любви, признания того, что каждая профессия, она самодостаточна сама по себе, и что необязательно, ну, стремиться куда-то дальше. Например, вот есть такая частая боль в департаменте камеры, да, у операторов, что мало профессиональных ассистентов, да, например, часто есть такое мнение, что ассистент — это просто промежуточная какая-то стадия, и что нужно дальше куда-то развиваться. Здесь, мне кажется, похожая история, то, что ты упомянула, что, ну, вот сейчас я фотограф, а потом как будто бы, не знаю, creative direction или, не знаю, продюсирование или ещё что-то такое, как будто это более высокая ступень развития творческого специалиста. Я так, конечно, не думаю. Я думаю, что просто люди разные, и разным людям подходят, в том числе разные вещи, и профессия креативного директора, вот она состоит из двух частей, да, креативный и директор, да, и очень часто, мне кажется, люди, вот это слово директор, они оттуда как бы убирают, и, знаешь, складывается такое мнение, что это просто человек, который генерирует идеи бесконечно, такой креатив, а больше ни о чём мне думать не надо, я просто создаю идеи. На самом деле это не совсем так, потому что эта приставка, ну, то есть, да, это человек, который создаёт идеи, создаёт концепции, но помимо этого вот это слово direction, да, директор, это человек, который управляет креативными командами, которые в том числе, как бы, знаешь, одной стороной, ну, как бы в креативе, другой стороной в бизнесе клиента, например, если мы говорим про клиентскую историю, коммерческую историю, то есть это человек, который понимает, зачем мы делаем вот такой креатив, который ты придумываешь, не просто рандомно, что, о, давай у нас в открытом космосе будут летать жирафы, и у них будут отрываться шеи, и из них будет холестать шампанское, не знаю, типа, окей, а зачем, как это работает на ту задачу, да, которая у нас есть. Тут ещё нужно просто смотреть, про какую область мы говорим, потому что креативный директор, например, в рекламе, да, это как бы одна профессия, креативный директор в каком-нибудь модном доме, это немножко другое, да, в журнале там третье. Есть обучение у нас в России креативному директору? Ты знаешь, я не подскажу, к сожалению, про там обучение в России, я уверена, что, скорее всего, что-то есть. С другой стороны, мы обсуждали, как раз, этот вопрос с креативным директором агентства Service Plan, и она сказала, что это как раз большая боль, что действительно очень, ну, как бы мало, либо вообще нет, да, хорошего образования вот именно для креативщиков. А каким вот первым шагом? Вот ты, например, творческая личность, неважно, фотограф, оператор, художник, и ты понимаешь, вот я слышала про креативных директоров, мне хочется попробовать. Вам просто нужно понять, что вам интересно, да, и, например, вам нравится реклама. Вот вы мечтаете работать, не знаю, с какими-нибудь классными брендами, вы изучаете все рекламные кампании, не знаю, Dior выпустила там новый фэшн-фильм, это одна история, да, или вы модельер, там, и вам нравится мода, и вы мечтаете там открыть свой бренд и стать креативным директором своего модного бренда, да, или вам нравится, не знаю, медиа и печатные там издания, и вы хотите вот в журнале работать. Ну, то есть тут как бы нужно понять, что человеку интересно, чем хочется заниматься, и дальше, ну, как бы в этой области, да, как ты совершенно там верно отметила, конечно же, нужна просто бешеная насмотренность, да, то есть нужно вдоль и поперёк просто знать весь рынок, ну, и главное просто, ну, инструмент, как бы работы во многом, да, это вкус, конечно, да, то есть тут вот эта креативная мышца, да, насмотренность и понимание, да, что такое современно, да, тренды, как это всё сочетать, как это может работать вот на те задачи, которые есть в выбранной вами области. То, как я делаю это, я делаю свои проекты, да, просто я собираю команду, я организую весь процесс, я слежу за тем, чтобы всё было так, как мне нужно, да, то есть я выполняю как бы роль креативного директора, я не работаю в агентстве или там ещё где-то. Это означает, что ты сама генеришь, да, или к тебе приходит фирма и заказывает. Да, 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 да. Это съёмка, видеосъёмка, фотосъёмка. Да, это может быть, то есть сейчас как бы это может быть всё, что угодно, в принципе, то есть я начинала с фотографий, потом я ушла в режиссуру, также я делаю инсталляции и кросс-медийные проекты, да, то есть сейчас я вообще не хочу себя ничем ограничивать, то есть сейчас ко мне можно прийти, и я могу собрать команду в любой области, исходя из задачи. Чем же отличается креативный директор от продюсинга? Потому что продюсеры, они же тоже подбирают команду. Да, продюсеры — это уже такие как бы люди, которые приходят и вот это всё уже делают, продюс, да, со создания, да, то есть креативный директор всё это так придумал, так вот мы делаем вот это и вот это, дальше подключается продюсер, да, который как раз уже там, алло, Настя, там ты фотограф, значит, такая задача, приходи во столько туда, бронирование локаций, организация таймингов, ну, условно, да, то есть ты уже делаешь так, чтобы всё это случилось, да, вот это то, что делает как бы продюсер, управляет уже вот всеми процессами на площадке, если мы про съёмки, да, говорим, ну, среди продюсеров-то тоже есть разные типы продюсеров, в общем, это, насколько мелко происходит эта градация, зависит от масштаба проекта, да, если это какой-нибудь голливудский фильм, у тебя там будет экзекутив-продюсер, да, у тебя у него будет ещё лайн, там, линейный продюсер, ещё будет, ну, короче, разные типы продюсеров, которые отвечают тоже немножко за разные вещи, отвечают за какую-то конкретную команду, там, не знаю, в 50 человек, да, то есть если это какие-то микропроекты, да, то, скорее всего, там не будет вот эта фраза, вот креативный директор, там, экзекутив-продюсер и так далее, но вы их никогда не услышите на каких-то маленьких там проектах, съёмках и так дальше, потому что там это, может быть, просто не нужно на самом деле, да, потому что там, может быть, просто вот как часто бывает, там фотограф, который придумал идею, всех собрал, всё снял, сам обработал, ну, тут можно спорить там, кто за, кто против, это сейчас отдельная, да, тема, но на маленьких продакшенах, ну, как бы на маленьких объёмах, так скажем, в маленьких продакшенах нет такого деления. Ну, у меня такое понимание, что либо ты делаешь, мучаешь свои проекты, вот реально, как креативный директор, и это всё разносится, ну, то есть успешный проект, тебя замечают, и кто-то берёт, либо ты уже сам начинаешь писать в какие-то компании и идти помощником креативного директора. Путей, как всегда, много, ребят, вы можете, конечно же, через ассистирование, либо через свои громкие проекты, через продвижение этих проектов, построение личного бренда, сотрудничество с компаниями, которые свою репутацию могут на вас, такую приятную тень откинуть, публикации, конкурсы, фестивали, да, вот эта вся история, конечно, продвижение. Кто к тебе обращается? Я работаю с разными брендами, я работала с Nike, я работала с Tony & Guy, с Represent, с разными-разными компаниями, я работала в основном в качестве режиссёра, а в качестве креативного директора я в основном делаю свои творческие проекты, где у меня нет прямого клиента. А чем отличается арт-директор от креативного директора? Потому что я часто вижу в Инстаграме, не понимаю, чем занимается, очень много красивых съёмок, и написано «арт-директор». Такая, кто это? Слушай, опять же, зависит от области, потому что в журнале арт-директором отвечают за одно, а в съёмках, ну, в классическом понимании, арт-директор, он же как продакшн-дизайнер, то есть это человек, который отвечает за визуальное наполнение кадра, да, то есть это человек, который там занимается декорациями, там, подбором всех текстур, там, какого цвета будет чашечка в кадре, да, то есть арт-директор, то есть директор, да, то есть главный по арту, что это значит, да, вот по этой визуальной всей состоянии. Составляющей, да, ну, в оригинале так. А дальше в разных областях это может быть немножко по-разному. То есть в основном это, если мы говорим про рекламу, это визуал, да, 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 это люди, которые… Выглядят. Да, это сайты, декорации, подбор реквизита, вот это вот всё. А креативные — это больше о том, что они делают, да. Да, это что мы делаем, совершенно верно. Аня, ты как и многие наши подписчики, фотограф в прошлом. Расскажи, пожалуйста, как ты дошла до такой жизни, что стала режиссёром, стала креативным директором, как начала развиваться вообще вот эта мысль, как к тебе пришла. Вот я всё, я не хочу заниматься фотографией, я хочу идти в другую сторону, ну, не в другую сторону, а параллельную стезю. Слушай, ну для меня это был такой, наверное, мощный путь самоисследования, потому что в какой-то момент я поняла, что мне вообще плевать на технику, на свет, мне вот это всё вообще неинтересно. Мне было всегда интересно то, что в кадре, а именно идея, что мы делаем. И в какой-то момент мои проекты начали очень сильно разрастаться, и у меня уже были технические ассистенты, я сама не ставила свет, и ко мне как-то раз на съёмку приходит там мой друг и говорит, слушай, а что ты вообще себя фотографом называешь? Ну как бы это же режиссура чистой воды, да? То есть, ну разве что ты сама там нажимаешь на кнопку. Плюс ещё был такой замечательный, он есть, да, фотограф Грегори Крюдсон, который как раз работает по этой модели, то есть он только вот сам нажимает на кнопку, а так он всё режиссирует, у него там огромные команды, как в кино абсолютно. Меня это тоже очень вдохновляло, я подумала, слушайте, ну а что, собственно, что бы мне так не сделать? И в какой-то момент идеям тоже стало тесно в рамках какого-то одного статичного кадра, а в видео их же там 25 в секунду, о май гад, какая возможность. И я начала делать свои первые ролики, и тогда был курс у Ника Найта, который я проходила, там было одно из заданий снять фэшн-фильм, чего я никогда не делала, и я думаю, ну всё, сейчас я попробую, и безумно мне понравилось, и у меня есть какое-то такое свойство привлекать очень талантливых людей, которые со мной работают, я познакомилась с потрясающими операторами, гафферами, осветителями. В общем, стала складываться очень классная команда, и как-то, знаешь, так это пошло-поехало. А дальше я, знаешь, начала ходить по фотоагентствам в Лондоне, чтобы меня представляли как фотографа. Я подумала, я доросла, я должна найти агентство, и я прихожу на эти встречи, ну как бы они смотрят мой портфолио, мы общаемся, и они говорят, ну слушай, может ещё что-нибудь у тебя есть? Я говорю, ну вот ещё я видео, тут недавно начала снимать. А они говорят, ну покажи, у меня было там три ролика на тот момент, и вот одна агент, как сейчас помню, она смотрит мои ролики и говорит, ну слушай, как фотографа я тебя взять не готова, а как режиссёр завтра можем подписать контракт. Я такая, что? В смысле? А я этим занималась, ну типа меньше года на тот момент, а фотография лет десять к тому моменту. И эта история, ну в разных вариациях, она повторялась несколько раз вот за все мои эти многочисленные встречи с лондонскими агентами. И мне потребовалось, наверное, ну где-то полгода, наверное, чтобы как-то вообще переварить, что происходит. Я ещё съездила на портфолио-ревью в итальянский Волк, где меня так хорошо покритиковали в моё портфолио, и Олеся Главьяно, фоторедактор, на тот момент сейчас она как раз креатив-директор, надеюсь, что я не путаю её нынешнюю позицию, как раз Волк-Италия. Она мне сказала, слушай, у тебя классные идеи, вообще офигенные. Я такая, да-да-да, это я. Говорит, ну стайлинг вообще всё нужно убрать, для Волка это никогда не подойдёт. Я такая, ну в смысле? Там это же мои идеи, а вещи же приносит стилист. И она сказала мне фразу, которую я, наверное, всегда запомню, «It's your fucking name under the picture», что это моё, блин, имя под картинкой. И я подумала, окей, это моё имя под картинкой, но это моя идея, и я хочу быть режиссёром, да, что я хочу придумывать эти идеи, и это окей, что я отпущу, да, вот это вот ремесленное, в хорошем смысле, да, создание картинки. И, ну, у меня ушло время, в общем, признать, что я далеко не самый талантливый фотограф, и что есть, а в кино, в видео, есть операторы же, которые за это отвечают. И я думаю, вау, это что же, я могу работать с самыми талантливыми, вообще невероятными операторами и отвечать именно за наполнение кадра. В общем, меня как-то просто торкнула эта идея. Я думаю, какого чёрта я раньше вообще про это не знала. Долгая история, но, в общем, ну да, как-то так. Так, ну и дальше так получилось, что меня подписало в качестве режиссёра очень классное агентство, продакшн-компания Code Media в Лондоне, и уже дальше через них пошло-поехало музыкальные клипы, бренды, и именно в качестве режиссёра уже я начала работать. Меня очень сильно от этого торкнуло, но сейчас я уже опять в какой-то трансформационной такой позиции, что я подумала, что если я буду вот только как креатив-директор уже приглашать режиссёров на свои съёмки, то есть ещё как бы… Ещё выше. Ну как бы выше не в смысле иерархии какой-то, а в смысле… Да-да, просто на ступень, которая отвечает за большую часть. Выше по степени абстракции, что ли, какой-то, да, то есть ты ещё меньше руками делаешь в каком-то смысле. Вот, ну пока мне это очень подходит, но это тоже какой-то, знаешь, путь постоянного принятия себя, потому что тоже, как, знаешь, про чувство вины, как будто возникает вопрос, а ты-то что сделала в этом проекте, знаешь, вот ты руками-то что-то сделала, как будто всё, что не сделано руками, оно как-то чуть меньше ценится, но это в моей голове, знаешь, уже какие-то… Это у нас всё от советского, мне кажется, произошло, если ты не впахивал, то отчёты вообще сделала. Да блин, ты впахивал, это очень сложно всё делать. Ты сидишь за столом и делаешь эти бесконечные тритменты, ты пишешь, находишь референсы, это, ну, это сложно, но это как будто, да, ты меньше воспринимаешь, что ты поработала. Хотела чуть-чуть заострить внимание на Лондоне, ты ходила по компаниям, фотоагентство, это аналогия с нашими… В России тоже есть агентства? Рекламными агентствами. Нет, фотоагентства тоже есть. Или они фотоагентства? Они представляют интересы фотографов и стыкуют клиентов и фотографов, и занимаются переговорами, там, всеми контрактами и продвижением, там, фотографов среди клиентов в том числе. Есть разница между по сложности ходить за рубежом на английском рынке по подобным агентствам и у нас? Ну, у нас, к сожалению, эта область очень слабо развита, там буквально по пальцам одной руки можно пересчитать эти агентства, и в России у меня не было такого опыта, то есть я уже свою карьеру устроила в Великобритании, поэтому я не могу сравнить именно вот общение, но по своим знакомым знаю, что… Ну, здесь просто очень-очень маленький рынок, все друг друга знают буквально по именам, и в каком-то смысле здесь, ну, может быть, проще, потому что это, ну, дистанция, наверное, меньше, потому что, ну, действительно, как бы все друг друга знают, если ты уже в этом, ну, в этом мире, это, ну, как бы несложно, скорее всего, ты знаешь этих людей, и они, скорее всего, про тебя уже знают. Но в каком-то смысле, может быть, и в Англии легче, потому что, ну, огромное количество, огромный рынок, огромное количество агентств, огромное количество творческих специалистов. В этом море ты как будто, ну, как бы теряешься, как какая-то песчиночка, но в этом есть преимущество, что, ну, ты можешь любому человеку написать, и как бы, ну, да, привет, там твое портфолио, скорее всего, посмотрят, да, а потому что здесь, ну, типа, ой, я тебя не знаю, но как бы личное вот это знакомство здесь, здесь, мне кажется, большую роль играют по ощущениям, да, чем на более крупном рынке, где просто всех очень много, и за счёт этого многообразия, может быть, даже легче устанавливать холодные вот эти связи, да, потому что действительно никто не может знать всех, и все постоянно в поиске новых талантов. Ну, и в том числе мне очень нравится какая-то этика общения, да, это вот впервые моя самооценка вообще очень выросла, наверное, в Англии, потому что мне было как-то очень страшно сначала писать там кому-то, когда я только приехала, и мне, я хотела начать сотрудничать с модельерами, да, с какими-то фэшн-дизайнерами, и мне было так страшно, ну, и потом я как-то начала это делать, и я удивилась, что мне начали отвечать, не знаю, меня почему-то это шокировало, и при этом очень вежливо, очень мило, и меня часто отказывали, естественно, говорю, ой, привет, как классно, что ты приехал, добро пожаловать в Лондон, не, слушай, что-то нам неинтересно. Отвечали всё равно, ты очень круто, у нас могут вообще не ответить. Ну, конечно, не все там тоже могут, конечно же, не ответить, это нормально, но меня поразило, что как бы это не страшно, вот эти отказы, потому что люди очень подружески как бы общались, и у меня как-то ушёл этот страх постепенно, и вот это то, что я сейчас своим студентам активно пытаюсь передать, вот это состояние, да, что да ничего страшного не будет, это окей, и в этом смысле, да, коммуникация хорошая, мне нравится. Не бойтесь отказов на самом деле, не ставьте отказы, как ваше мерило ваших достижений и вашего творчества. Да, сто процентов. Слушай, мне кажется, тут важно понимать, что, ну, чаще всего, как бы люди тревожные, да, больше всего боятся вот этого всего, что что же будет, эта тревога постоянная, и мне кажется, важно признать, что эта тревога никуда не денется, да, то есть это нереалистичное представление, что вот я как-то избавлюсь от своей тревоги, и тогда буду всем писать, и тогда буду о себе заявлять, ни хрена, ребят, тревога никуда не денется, она с вами навсегда, вот, другое дело, что вы можете, несмотря на эту тревогу, да, отправлять письма, работать, и это некая реальность, да, что да, будет тяжело, да, местами будет тревожно, но я справлюсь, да, вот это самая главная установка, мне кажется. Ты часто рассказываешь о своей личной жизни, показываешь то, как можно совмещать, быть очень талантливой, не терять вкус жизни, быть активной мамой, при этом успешно работать, развивать свой бизнес. Расскажи, насколько у тебя поменялось всё с рождением ребёнка? Слушай, ну, конечно, рождение ребёнка, оно действительно делит жизнь, ну, на до и после во многом, ну, для меня это, конечно же, было так, нужно было искать вообще новый способ, как-то организовывать свою жизнь, и как будто заново отстраивать все процессы, ну, как и все, наверное, родители это делают. У тебя есть такое, что ты вот внутри разделяешь? Так, это моя часть, я работе посвящаю, это материнство. Каким образом это тебе вот делится? Или вообще не делится, ты в этом всём растворяешься? Конечно, делится, потому что, когда я с ребёнком, я не могу ничего больше делать, особенно, когда он такой маленький, моему сыну сейчас ещё нет двух лет. То есть, конечно, последние два года, когда я именно в роли мамы, я только в этой роли в основном, хотя, конечно, все эти переговоры, там, и звонки во время прогулок с коляской со мной, это тоже всё было. Но для меня, безусловно, семья и вот эта роль матери, это далеко не на первом месте, то есть я это очень чётко осознаю, и для меня первично это именно самореализация, моё дело и мои возможности реализации во внешнем мире, и уже только потом материнство и вот вся эта история. То есть это не значит, что я как-то мало там люблю своего сына, я его просто обожаю, но быть её мамой — это не моя какая-то самая идентификация, основная роль. Тебя никто из семьи, может, муж бывший, может быть, его родители, может, ещё кто-то, не осуждает, не навязывает ли чувство вины и не возникает ли какое-то чувство вины у тебя самой. Например, когда ты… Ну, у меня такое бывает, когда я понимаю, что у меня завал, а ребёнок прям тянется, я понимаю, что мне надо разорваться, внутри это возникает, как у тебя с этим дела обстоят, как ты с этим борешься, если оно бывает. Конечно, да, были ситуации, там, и с бывшим мужем, когда вот только родился наш сын, и это была ситуация, когда он не хотел, чтобы к нам приходила няня, и потом он не хотел, чтобы к нам приходила няня больше, чем там на какое-то количество часов, что меня просто взрывало мне мозг, и мне это было, конечно, как-то бы очень тяжело, постепенно, слава богу, как-то я это преодолела. Сейчас вообще всё делится, мне кажется, на два таких лагеря, и мамочки, и папочки, и, в принципе, общество. Одно — это когда ты вот такая наседка, ты изучаешь все книги, ты посвящаешь жизнь ребёнку, и таких очень много, и счастливые мамы, и это круто. И наоборот, когда ты как-то начинаешь понимать, что есть ребёнок, окей, я его люблю, но у меня есть ещё жизнь, которую я тоже люблю, я просто это всё разделяю в себе, и у меня нет чувства вины. Я не хочу, чтобы у женщин, вообще у нас, был вот этот ложный выбор, что ты либо вот такая, не знаю, посвящаешь всю себя, ребёнку, семье и так далее, либо ты условная такая карьеристка, тебе вообще пофиг на это на всё. То есть мне кажется, что мир совсем не такой, и мне кажется, не нужно позволять в том числе себе навязывать эти ложные выборы. Дети — это просто часть жизни, это классно, и мы можем получать друг от друга удовольствие. И мне кажется, чем больше, знаешь, мы себя накручиваем вот этими всеми, всей этой повесткой, тем в какой-то момент становится тяжелее на самом деле, потому что так, мне нужно выбрать, я с этим или с этим, в каком я лагере, как будто ты постоянно на войне какой-то. Не хочу быть на войне, хочу, не знаю, просто кайфовать от жизни, в которой в том числе есть ребёнок. Вот это желание, что, во-первых, меня во всём всегда поддерживали, без этого ничего не могу, это одна история. А во-вторых, очень часто почему, что это значит, что меня муж условно не поддерживает? Обычно это значит, что я полностью от него финансово зависима, или ещё зависима в каких-то моментах. Без его поддержки я не могу вообще как бы заниматься творчеством или ещё чем-то. И мне кажется, что вот этот клубок очень круто было бы раскручивать, знаешь, вообще издалека, когда ты понимаешь, что дисклеймер, естественно, это всё моё мнение, классные равноправные отношения невозможны, когда партнёры на равных, когда нет этой зависимости одного от другого. То, что я вижу, очень часто вот это очень патриархальное в таком плохом смысле история, она происходит именно в ситуации, когда нет равенства такого между партнёрами. И, к сожалению, мне кажется, очень часто, ну, в моей ситуации это было абсолютно так, когда женщины выбирают себе партнёра, находясь в такой, ну, детской немножко позиции, и тогда ты выбираешь вот этого партнёра, да, который может... Альфа-самца, который возьмёт ответственность. Да, который берёт ответственность. Ты такая... И да, это очень соблазнительно отдать другому человеку ответственность за свою жизнь, потому что... Это легко. Ответственность — это охренеть как тяжело, и тебе нужно принимать решения, тебе нужно отвечать самой за свою жизнь и за жизнь своего ребёнка, в том числе, маленького, да, и обеспечивать эту жизнь. Это очень соблазнительно, но надо помнить, да, что этот как бы соблазн, и то, что другой человек берёт на себя ответственность, это идёт и с ограничениями какими-то, в том числе, к сожалению. И вот, мне кажется, часто эти отношения, они строятся вот из таких неравных позиций, и дальше мы имеем то, что имеем. Поэтому вот это, на самом деле, огромная волна разводов, мне кажется, которые мы сейчас в том числе наблюдаем. Ну, когда это происходит по женской инициативе особенно, мне кажется, это во многом связано с этим, да, что женщина взрослеет, берёт ответственность на себя. Хотя, мне кажется, это больше, наверное, связано с состоянием души человека, нежели просто с возрастом, с психологическим... с возрастом, я не думаю, что это сильно связано. с психологическим уровнем. В 20 лет хочется какого мужчину? Ну, чтобы ответственным был, семьянин, чтобы тебя как-то твою жизнь окутал, взял тебя, и вы создавали семью, и, в принципе, многие же и сказки, и мультики, и всё остальное, диснеевское, очень сильно способствуют такой романтизации подобных отношений. Ну, это как травма диснеем и порнографии. Да-да-да. Ты ходишь в психологу? Да-да, конечно. И как долго ходишь? Ну, у меня была одна терапевтка несколько лет, сейчас мы завершили отношения, вот, и сейчас я в конфетно-букетном периоде с новым терапевтом, скорее консультантом, наверное, сейчас занимаюсь чем-то в области. что в тебе вот прям что-то изменилось за это время? Конечно, но это именно тот человек, который помог мне пройти вот это внутреннее взросление, если бы не она, я вряд ли бы развелась. Мне это очень помогло просто вот взять ответственность, да, которая у меня была размещена вот вовне, собственно, взять её внутрь, начать самой отвечать за свою жизнь, встать вот ногами так прочно на почву реальности и дальше исходя из этого действовать. Ну, и одним из этих действий так сложилось, да, что был развод, потому что для меня стало очевидно, что без этого я не смогу просто дальше двигаться. Сколько ты была замужем? Я была замужем 5 лет, вместе мы были 8. У меня там много кто сейчас разводится к 30 годам и начинают. Это кризис 30. Ребята, это как обидно, когда я слышу вот такие вещи. Во-первых, с возраста, мне кажется, ближе к 30 у тебя что-то подрастает, и ты понимаешь, что какие-то вещи, которые тебе казались адекватными, в твою жизнь уже не вписываются. Во-вторых, уже немножко идёт тенденция развития семьи в другом ключе. Не в патриархальном, а больше как партнёрские союзы, когда два человека равноправных, разных, здоровых эмоционально, понимают, зачем они его создают, для чего, и друг другу очень уважительно относятся к интересам друг друга, к желаниям, к потребностям. Мне кажется, что вот эта тенденция, она очень здоровая. Она вообще идёт от того, что люди начинают вообще думать о себе, кто они есть, что им нужно, и начинают работать над собой. Расскажи, насколько это было стрессово для тебя? Могла ли ты заниматься работой, творчеством, и не выгорала ли ты? Слушай, ну, я, безусловно, очень много занималась творчеством в этот период, потому что для меня какие-то сложные эмоции, переживания — это бесконечно топливо для творчества, поэтому, несмотря на то, что, конечно же, было безумно тяжело, как в любые такие периоды, я старалась это по максимуму использовать, и вот я тот человек, которым сквозь слёзы записывает идеи какие-то. То есть отношения у вас сохранились хорошими? Дружеские, да. Как это получилось? Мне нужно было как-то очень-очень много ждать и как-то сохранять какое-то спокойствие, как-то адекватно общаться. Не всегда это с двух сторон сразу происходит, да, то есть я вот выбрала такую тактику. Всё, что от меня зависит, я буду делать для сохранения отношений, потому что мне казалось, ну, я в этом уверена, что, конечно, это важно для ребёнка. Ситуации будут разные, но желательно, да, не видеть, что там родители как-то негативно настроены друг к другу, потому что это же как две части его самого, это всё равно, как-то всё равно, что у тебя две части тебя как-то спорят между собой. Поэтому я со своей стороны просто, не знаю, всё терпение и спокойствие мира, оно было во мне, мне кажется, многие месяцы. Да, терапия, но совместный у нас был совсем немного именно в начале. Дальше уже каждый занимается своим развитием сам по себе, но, конечно, я думаю, что это, безусловно, один из факторов достаточно здоровых отношений сейчас. Для тебя воспитание ребёнка — это работа, и откуда ты берёшь ресурсы? То есть это ребёнок тебе даёт ресурсы, ты сама их вырабатываешь или творчество? Однозначно, я это не воспринимаю как работу, наверное, для меня это было бы грустное такое восприятие, то есть для меня это, наверное, не знаю, какая-то вот совместная жизнь и ситуация, когда маленький человек как губка такая, ну, впитывает вот всё, что ты создаёшь там вокруг себя, как ты себя проявляешь, и для меня это какая-то потрясающая возможность себя в том числе прокачать, потому что ребёнок будет делать ровно то, что делаю я, и там его папа, и ближайшее окружение, да, и именно это он будет впитывать, поэтому это возможность там самой начать нормально питаться, там не зависать в телефоне, ещё какие-то такие вещи, которые ты, ну, предположим, ты не хочешь, чтобы делать твой ребёнок, для меня это такой бесконечный способ как-то рефлексировать свою жизнь вместе, что-то делать, ну, какое-то очень классное такое развитие, наверное. Да, это работа над собой. Ну, это отношения, мне кажется, это же прежде всего отношения, и мне кажется, самое главное — это вот ухаживать за этими отношениями, да, то есть чтобы выделять в этом время, пространство. У меня, например, материнство, оно не приносит энергию, но я её беру извне, из других вещей и передаю её. Я себе просто поняла, что я вот 4 часа в день, норм, я счастливая мама. Мне вообще кажется, что это такая суперважная тема, да, понимать, что для тебя хорошо, потому что, например, там, я не знаю, когда мой ребёнок был совсем маленький, там, больше часа у меня просто взорвался мозг, я не могла с ним находиться больше часа. И, знаешь, вот это тоже история, что всё, что я чувствую, это нормально, то есть никто не может мне сказать, что, блин, вот ты какая-то не такая. Знаешь там, что нужно каким-то определённым образом проводить время с ребёнком, что нужно ходить с ним на детскую площадку, если тебя бесят, с детской площадки. Очень важно тоже себе сказать, что я могу делать то, что я хочу. Просто ребёнка там, ну, насколько это возможно, да, конечно, там, брать с собой, интегрировать ребёнка, ну, в свою жизнь, и что для него, ну, до определённого возраста, мне кажется, это и есть как бы самое клёвое. Я прям очень много работала с чувством вины, не моей. Мне просто очень много говорили, что ты должна кайфовать всегда. Радуйся! И ещё, чтобы всё чисто было, да. Почему ты не радуешься? И почему ты не радуешься? Да и отдых должен быть вот исключительно с ребёнком, это классно. Нет, надо отстаивать свои границы, вот понимать, где заканчиваетесь вы, и начинается другой человек. И он ни в коем случае не должен навязывать свои беспокойства. Там бабушки могут говорить, вот у нас так было. Это просто чувство вины, что они не додали, не доделали в своём возрасте, и начинают на вас это всё перекладывать. Тут надо работать с психологом, но если нет возможности, то есть много практик, которые вот просто отсекают чувство вины и ставят такие границы вокруг себя, которым уже другие личности не мешают развиваться и наслаждаться жизнью. Расскажи о своём образовательном проекте, как из Англии получается вести бизнес в России, чему вы обучаете, что можно у вас узнать, зачем к вам можно приходить. Моя компания называется «Лаборатория Control Art», и мы учим там творческих людей, вот что им делать дальше, когда они уже научились фотографировать, рисовать, делать керамические вазы, я не знаю, всё что угодно, да, то есть что с этим делать дальше, как себя упаковать, да, то есть как сделать так, чтобы у меня было всё необходимое, чтобы выйти во внешний мир. Я это люблю сравнивать, знаешь, с ролевыми играми, что у тебя есть персонаж, сначала тебе нужно там накачать ему мышцы, да, то есть для креативщиков это что? Как создавать идеи, как создавать проекты, дальше это всё упаковать, то есть это обмундирование, доспехи, создать портфолио, там свой сайт, как вести Инстаграм, да, то есть вот что у тебя уже, какая-то оболочка внешняя появляется, научиться писать там письма потенциальным клиентам, журналистам, там кому угодно, научиться о себе вообще рассказывать. И дальше уже полноценный такой выход во внешний мир, да, то есть как зарабатывать вообще первые деньги, как связываться с клиентами, кто вообще твоя аудитория, и также мы там учим, в том числе авторскому праву, как работать с журналами, как выставляться, как организуются выставки, это уже наш более продвинутый курс, у нас там разбито так немножко на уровне, чтобы не сразу людей кидать в самые сложные вещи. То есть мы вот учим всё, что делать дальше. Мы не учим ремесленным вещам, там, как снимать, как ставить свет или что-то такое, а именно что с этим делать дальше, и в том числе мы это комиссия, это вот вывод русскоязычных творческих специалистов на международную арену, потому что мне кажется, это круто, когда нас узнают по всему миру, и как раз то, что я нахожусь в Лондоне, оно в этом смысле очень помогает, потому что я знаю, как индустрия устроена в мире, и мы можем давать нашим студентам эти знания, да, не только как работать на постсоветском пространстве, а что принято вообще в мировой индустрии, как взаимодействовать с международными клиентами, что, оказывается, ты там, сидя в какой-нибудь деревне там в России, можешь, и это нужно делать, да, публиковаться в международных изданиях, участвовать в международных фестивалях, и вот не замыкаться в этих географических рамках, вот для меня это очень важно. Мы сегодня немножко разобрались на тему, что такое креативный директор. Я очень жду от вас комментариев, понравился ли выпуск, хотите ли вы после него стать креативным директором. Ставьте лайк, подписывайтесь на нас с Аней, и до новых встреч. Спасибо. До новых встреч.